Всем привет! С вами Юмилька. Я вот сейчас стримлю на Твиче, и чатик передает вам приветик. И ребята мне прям заспамили сообщеньками чат, чтобы я посмотрела какие-нибудь нарезки Мазелова. Вот, поэтому сейчас будем смотреть нарезку Мазелова, Ивана Зола, вот так вот вместе их взяли, резанули и залили на ютубчик. Видос про скам Ивана Зола на 80к. И самое забавное, что буквально за минут 20 до начала этого стрима мне ребята в Дискорде рассказали про эту тему. И сейчас, получается, я посмотрю на всё это, как вот всё это происходило, на весь процесс, как говорится. Ну что, погнали, погнали смотреть. Ну а вы не забывайте залетать к нам на стримы. Какая ехидная мордаха. Я могу сказать, что Ивану Золу пора пересаживаться на коляску. Чё-то как-то жёстко вот это звучало. Слышь ты, тупая бельяна. Алё. Чё-то, короче, агрессив там будет, окей. А, ну да, логично, Иван Зола и его отец угрожают Мазелову. Ок. Чат, чат, я придумал гениальную идею. Я придумал очень гениальную идею, просто пи***. Я придумал гениальнейшую, просто гениальную идею. Короче, я придумал ох***ную идею. Я хочу, я хочу, чтобы Иван Зола озвучил мне рекламу моего тура. Я хочу, чтобы Иван Зола такой, типа, приходите на Мням тур в 25 городов. И чтобы он каждый город, типа, тур будет в Тюмени. Тюмени, Уфе, Ма... Ооо, Уфа! Я только хотела спросить, будет ли в Уфе. Блин, а когда в Уфе? Если я буду в Уфе, можно было бы сходить, слушайте. В Москве. Чё бы он каждый город мне озвучил. Я хочу, ну, типа, понял, причём подряд. В целом, я стримы самого Мазелова видела всего немножко, пару раз, потому что я как-то на них не попадаю. Но вот какие-то моментики, нарезки, вижу и про него многое слышу. И любопытно было бы увидеть его в реальной жизни. Мне нужен телеграмм Ивана Зола где-то. Мне нужен личный ТГ, я хочу ему позвонить. У Хесеса есть? Алексей! Алло, да, здраво. Привет, привет, ты на стриме, если что. Алексей, твоя девушка просто солнце, реально. Алексей, у меня к тебе просьба. Да что случилось-то? Меня всё разбудили. Прости, Алексей, прости, дело реально первостепенное ваше. Он так к нему официально. Алексей, Алексей, с уважением. Почему безотчество-то? В смысле? Просто Алексей. Можешь, пожалуйста, мне скинуть ТГ и ваше? Но всё равно вежливо всё-таки. О, ж, б***ь, да, ножик? Не-не-не, ты чё, я бы не стал тирать такой будить, я же не мудак. Скинь, пожалуйста, мне ТГ Ивана Зола, Хес. Скину тебе ТГ Ивана Зола? Да, я хочу, чтобы он мне озвучил рекламу для концертов. Пожалуйста, скинь. Ты думаешь, он ответит? Давай ему напишу просто. Не, ну я тебе скину, но окей. Да слушай, напиши ему, скажи, что... Просто скинь ему мой ТГ, скажи, что он мне позвонил. Ну, знаете, если бы мне в Телеграм написал Мазелов, я бы, ну, в любом случае подумала, что это какой-то скам. Поэтому логичнее было бы, что Хесус напишет самому Ивану, как раз-таки, что вот с тобой хочет связаться Мазелов и даст контакты Мазелова, и Иване, типа, сам ему уже напишут. Ладно. Алексей, просто в ноги тебе кладу и спасибо. Так Алексей, Алексей. Спасибо большое, давай. Какой у него смех. Блин, каждый раз, когда теперь я буду думать, что громко ржу, я буду вспоминать его. Это классно, что кто-то тоже так же громко ржет, как и я, потому что меня за это хейтерят. Видите, даже Мазелов громко ржет. Что вы теперь на это скажете, когда я буду громко ржать? Я вообще просто сейчас такое будет, ребята. Я не могу, все, у меня, понимаете, у меня просто в жопе свербит. Я так хочу, чтобы он ты сделал, пиздец. Ребят, короче, не волнуйтесь, у меня есть план. Если он попросит... О, как он, Змей Горыны, Чанги. У меня есть гигенный план. Он попросит 5 лямов? Да не попросит. 5 лямов, 5 лямов за озвучку. Интересно, посмотрим, окей. Очень странная херня, но, по-моему, он у себя в телегии убрал возможность передавать его контакт кому-то. То есть я не могу там не скопировать. Не видно, как у него тега называется. Не передать тебе. Вот они первые трудности, да? Я ему написал, короче, я у него спросил. Будем ждать его ответ. Я очень надеюсь, что он быстро ответит, потому что мне нужно срочно. Потому что мы планируем выходить на мировой уровень. И для того, чтобы, ну, максимум хайпа выжить с тура, мне нужен Иван Зол. Нужна такая поддержка. Пожалуйста, я просто молю. Пускай он быстро ответит. Пожалуйста, пусть он уже покушал и покакал. Так, Ваня как человек... И попил кока-колу, да? Серьезные деловые спрашивают, сколько ты готов заплатить? Чего? Я не знаю, сколько озвучка у вас стоит, или сколько она вообще стоит, но я поставлю примерно цену в 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей! 60 тысяч рублей! Реально! Реально! Какой у него уровень ЧСВ? Просто шестьдесятка рублей за это! Думаю, что ты понял. Лапки отсюда. Я просто... Подождите, вот... Че стоит? Ну, я поставлю примерно цену в 60 тысяч рублей. Чего? Ха-ха-ха! Думаю, что... Ну, блин. Понятное дело, что, типа, это озвучка Мазела будет её использовать в своих целях, завлекая людей, да, тем, что всё-таки Иван Зола, такая известная неординарная личность. Ну, можно было бы просить, ну, максимум, ну, как мне кажется, ну, вот при его ЧСВ, ну, 5к, ну, не 60к, а никак не 60к. Пипец. Он у Каши просил за стрим 100к! Вот, знаете, я на Твиче как бы стримлю, но в основном я вот так вот сижу, одна там с вами болтаю, и во все эти тонкости не влажу и много чего не знаю. И получается, что за коллаборации стримеры друг другу платят? Ничего себе. Подождите, то есть, если я захочу чисто теоретически постримить с Иваном Зола, я должна буду заплатить ему 100 тысяч рублей? Почему он мне не заплатит? Пусть он зайдёт со мной в звонок. Пусть он сейчас мне позвонит, и мы с ним договоримся. Хесос, скажи ему, пусть мы сейчас с ним созвонимся, вот пока он вот тоже на улице, типа, сделаем созвон с ним. Не знаю, просто с таким ЧСВ Иван Зола мне должен платить за стрим совместный. И договоримся с ним. Я хочу предложить ему больше, скажи, что я ему больше денег дам. Мне пишет Кэти Перри. Hello, fuck, Иван Зола, я сделаю рекламу бесплатно for you. Я как-то обнюхался. 100к за 30 минут стрима! Жесть. Глины, это Иван Зола? Yes, я Иван Зола, Ригу. Привет, я Иван Зола, дай 50 рублей, остальные 59 тысяч 950 заберет мой менеджер. Я настоящий, правда, переведимый 200 тысяч робоксов. Давай, короче, я без обман, ты сначала плачешь 60 тысяч на мамину карту, когда я буду дома, я тебя озвучу. Давай созвонимся, я готов предложить больше, но мне нужно с тобой поговорить. Позвони мне. Через 5 минут я в магазине. Да это он, да, 100% это он. Здорово, Вань, здорово, дела замечательные, как у тебя дела? У меня все супер. Это отлично, короче, смотри, типа, у меня возникла очень крутая идея, реально классная. Мне нужен популярный хайповый человек, типа, который сможет мне озвучить рекламу для моего тура, понял? Вот, сейчас пока что из хайповых, типа, ну, опять-то дело, что есть там условно каша, условно хесус, там, но я не хотел к ним обращаться, потому что, сам понимаешь, что... Ты же сам понимаешь, что ребята не самые такие, типа... Да, ну такие все, слабоватые, такое к ним обращаться. Алло, слышишь меня? А, да, я же. А вот к Ивану золото! Вот, поэтому я решил обратиться, попробовать к тебе, что ты попробовал мне озвучил, ну, как бы рекламу... А, ну, секунду, подождите. Ай, божечки, у нас тут своя веселуха на стриме, а ты все это не увидишь, потому что я все это вырежу. А вот ребята, которые сейчас на стриме, они знают, что происходило. Все, давай смотреть дальше. Кому тура, но я не знаю, вот ты вообще хоть раз пробовал что-то озвучивать? Нет, в принципе, это легко озвучить. Ты только это скинь мне текст, я тебе озвучу его. Да, я говорю, без проблем, типа, это вообще без проблем. Вот, короче, ты можешь сейчас... Ты скажи, Илюх, ты скажи мне, ты в Питере? Не, я в Москве. А, я думаю, что ты в Питере живешь. А ты где? Я сейчас в Питере и нахожусь. А, а что ты там делаешь? Встретиться хотел? А там у меня важные дела. А что с дела, если не секрет? Это секретная информация, потом я знаю. Понял, понял. Короче, Илюх, 60 тысяч рублей ты переводишь на карту папы, я тебе... Что он пишет? Потом, как переведешь на папину карту, я тебе озвучу, хорошо? Да, хорошо, слушай, у меня есть единственная, только одна просьба, одна. А, сейчас, секундочку, дожди секунду, сейчас. Вот там у тебя пишут все. Короче, ты можешь, смотри, я сейчас специально не буду просить тебя ничего озвучивать. Ну, типа, что было, чтобы тебя не обманывать, я же не мудак. Я за озвучку плачу обычно больше, типа, чем 60 тысяч, типа, тех, кто меня озвучивает. Единственное, что, мне нужно проверить, подойдет ли твой голос для озвучки. Единственное, что. Сам понимаешь, что, типа, я не прошу тебя сейчас записываться на микрофон, круто, и все остальное. Я, кажется, поняла, он сейчас попросит его это произнести, он произнесет, а он запишет это. На 2026. Ой, спасибо большое. Спасибо, 2026. Обожаю вас, ребят, спасибо, что написали. Здесь просто, так скажем, баннворд. Вот, 2026. Ну, у нас еще... Ты можешь просто сейчас вот две фразы мне прочитать? Вот я тебе скину, они короткие, там, буквально пять слов в них. Можешь? Просто, чтобы понять, пойдет твой голос или нет? Я, я тебя понял. А за сколько ты хочешь меня заплатить? Эээ, ну, за озвучку, за полную, типа, смотри, там полная озвучка, это будет где-то строчек, ну, 20, 20, 30. Ну, типа, я тебе хочу 80 тысяч заплатить за них. Ага, да, хорошо. Только я говорю, единственное, что я тебе не прошу сделать это на крутой микрофон сейчас. Вот ты сейчас, а я тебе сейчас скину две строчки, ты можешь, пожалуйста, эти две строчки мне сейчас просто прочитать вслух, чтобы я понимал, насколько твой голос подходит? Просто две строчки, типа... Это просто шумно очень. Что еще раз? Шумно очень. Да это по... Главное, что я твой голос слышу. Сейчас я тебе скину их, ты можешь мне их прочитать, пожалуйста? Да-да-да. Давай, прочно л choice, и потом ты сколько заплатишь за это? Это просто пробное. Потом я тебе скину весь текст, и 80 тысяч сразу тебе на карту улетят. Ага. Мигом. Круто, давай, скидывай. Вот, я тебе скинул две строчки, можешь, пожалуйста, зачитать их вслух сейчас? Просто, чтобы я понимал, сколько работает твой голос. Даже если шум... Типа, это все равно никого не записывается, на свадь. Это мне просто слон прочитать, да? Не-не, просто вот сейчас, вот просто сейчас слух прочитай. Говорю, это сделано только для этого, для, ну, для теста, короче, забей. А, слушай, смотри. Давай. Привет, я Иван Зова, и я приглашаю вас всех на Амням Турмазелва, который пройдет в таких городах, как... Всем спасибо большое, и чекиряу, пам, пау, ура. Короче, тогда... Вот этот чекиряу, блин, так прощалось раньше, по крайней мере, Кати Клэп. Да, жди, я тебе скину сегодня вечером, наверное, фул текст, окей? Вот, типа ничего по идее не должно сорваться. В пятнице это было приветствие, а к кончанию видосов немножко по-другому звучало, но похоже. И все, и тогда, ну, и бабки тоже. Ага, хорошо. Все, давай, Ваня, хорошего дня тебе. Хорошего дня! Давай. Ну что ж, сейчас ждем, пока прогрузится кусок трансляции. Я эту хуйню все скопирую, вырежу и... Так! Важно понимать, важно понимать. Это просто тестовый вариант, просто тестовый. Тут просто так получилось, что тестовый вариант получился настолько пизданным, что его можно использовать. А после в СК можно сэкономить. Дрейк, срочно, срочно зайди в ТК ко мне. Я не считаю... Ну, типа, честно говоря, ребят, я ничего не сделал. Для начала мне нужно, чтобы Дрейк мне через нейросетку помог. Что такое? Давай. Привет! Дрейк, короче, я просто хочу, чтобы... Короче... Видите, ты даже в чате не вспомнил. Мошенник, мошенник, мошенник. Вкрасно тебе говорю, что произошло. Мне пришла в голову идея, чтобы Иван Зола озвучил мне штуку для концертного тура. Я нашел контакт Ивана Зола. И, соответственно, я нашел контакт Ивана Зола. Иван Зола попросил с меня 60 тысяч рублей за то, чтобы он не озвучил. Он был вот момент на улице, где-то там в магазине, и я попросил его. Вань, для того, чтобы я был уверен, что твой голос в озвучке не подойдет, озвучь, пожалуйста, мне вот эти две фразы. Прямо на улице. И он мне, соответственно, их озвучил. И мне сейчас нужно, чтобы ты мне помог. Мне нужно через нейросетку сделать список городов его голосом. Ну, давай. Ты продиктуй список городов своим голосом, отправь мне голосовое, а я сделаю Иваном Зола. Будешь просто в голосовое в Телеграм отправить? Да, 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 можно. На самом деле нейросетки сейчас такое вытворяют. И вот на Ютубе есть каверы моим голосом. И некоторые из них я слушаю, и реально так круто звучит. И когда я их слышу, у меня прям такая мотивация выучиться так же красиво петь, хорошо пропевать музыку на английском языке без акцента и тоже записать подобные каверы. Посмотрите в Бете, просто там Юмилия и каверы. Если я не забуду, я несколько ссылок, может быть, оставлю в описании, чтобы вы заценили. Ну, прям круто. И на русском языке есть каверы, и на английском. И вообще классная, конечно, тема. Но с другой стороны, вот, всё-таки, когда я вот вижу сейчас Мазелу, что он вытворяет с голосом Ивана Зола, я понимаю, что и с моим голосом можно такого там наговорить, что будет очень и очень неловко, конечно. Давай, давай. Я Ивана Зола сказал, чувак, я тебе заплачу не 60 тысяч, а в год. 80, я тебе клянусь. Владимир, Ярославль, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Тюмень, Омск, Самара, Казань, Уфа, я дал... Ставрополь, Волгоград, Саратов, Москва, ой, папа, не надо, Тула, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, Санкт-Петербург, Гу-гу-гу, Калининград, Челябинск, Екатеринбург, Перм, а мне нужно сперма в рот, пожалуйста. Все мне. Все так. Ребят, кто мошенник? Покажите пальцем на него. Да как бы тут все очевидно, чат там уже показал. Владимир, Ярославль, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Охретье, похоже же, реально звучит. Краснодар, Новосибирск, Чемень, Омск, Самара, Казань, Уфа, я дал. Саратов, Москва, ой, папа, не надо, Тула, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, реально же голос похож. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, Санкт-Петербург, Гу-гу, Калининград, Челябинск, Екатеринбург, Перм. а мне нужно сперма я ивану золо если что адрес дам сегодня рождения спросил за слова как мужик все похоже на такую детскую шалость что ли я приглашаю вас вот это вот то что он не расчеткой сделал звучит качественнее чем в угол и сербургу гу-гу-гу-гу-гу-галининград екатеринбург первым а мне нужно когда позвонил незнакомцы ивану золо если что адрес дам сегодня рождения чтобы он тебя спросил за слова как мужик но он сейчас как раз в питере да да я приглашаю вас всех на а мне нужно давай и голосом ивана золо еще знаешь типа скидки на билеты только сегодня то вот я не буду опять звонить нет так он же сам может сказать и нейросетки я нейросетью сделаю ты мне запиши давай давай это чтобы в паблике в контакте я больше сейчас жду знаете момента с его реакции с реакцией в судя потому что потому что мне ребята написали что на 20 минуте будет запрещенка значит ваня это как-то услышит еще все только сегодня ребята скидки на билеты очень много процентов сколько конкретно я пока не знаю но я обязательно разберусь также я буду присутствовать на митинг рите в вашем городе я буду без трусов и вы можете меня я буду обмазываться какашками и говном плакаты и подарки дарите мне потому что мне они не нужны мне нужна ваша сперва 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 я сейчас не курс это самый жесткий момент пойду к бадабум чеку и буду сосать на митинг ритм я могу сказать за себя я могу сказать за себя я считаю считаю что 60 тысяч просто это озвучка не стоит а поскольку есть нейросетки вопросов все не камня только сегодня ребята скидки на билеты очень много процентов сколько конкретно я пока не знаю но я обязательно также я буду присутствовать на митинг рите в вашем городе я буду без трусов и вы можете менять не дарите мне потому что мне они мне они мне они мне они мне они мне они не нужны я сейчас пойду к бадабум чеку и буду сосать ваня давай карту но тут есть один нюанс о боже мне кажется сейчас и начнется жесть вся я мы сейчас переведу 170 рублей скажу что у нас тур отменился это ему скинь 170 рублей скажи из-за твоего сообщения все вернули билеты хорошо скинь 350 все кидает померкарты комиссия 30 рублей все я перевел ваня все короче я перевел деньги только тут есть одна небольшая проблема после того как ты записал тестовую часть которые тебя просил на стриме у меня в тюмени все люди сдали билеты я не знаю с чем это связано короче я скину 350 рублей спасибо а ты не боишься что он золо тебя в шерстянова запишут нет он не может там еще комиссия 30 рублей перешлешь я могу сказать что по факту тоже безобидный пранк типа ну это какая-то детская шутка вот прям реально таком уровне я могу сказать что иван золо про пересаживаться на коляску хесос антон и дрэйк вы теперь соучастники вместе со мной мне иван золо записал кружок наверно ты все это продумал и решил так надо нас обмануть и наверно наверно ты сольешь эту карту куда-нибудь я не знаю точно с тобой мне кажется я не хочу уже общаться нет это точно уже не хочу общаться до свидания пока что-то мне сейчас стало грустно ну ладно давай пока приходи в тюмени на концерт хотя бы один потому что больше никого не придет я приглашаю вас всех на мазелла пройдет в таких когда как владимир ярославль нижний новгород воронеже ростов-на-дону и только разлина новосибирск тюмень омск самара казань уфа я дал санкт-петербург волкоград санатов москва ой папа не надо тура иркутск хабаровс владивосток ох 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 санкт-петербург гугу-гугу калининград челябинск екатербург перм а мне нужно сперма в рот пожалуйста сегодня спасибо большое и чеки ау пау 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 только сегодня ребята скидки на билеты очень много процентов сколько конкретно я пока не знаю я обязательно разберусь также я буду присутствовать на митинглите в вашем городе я буду без трусов и вы можете меня я буду обмазываться какашками и говном плакаты и подарки не давите мне а потому что мнение 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 на ваша сперва 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 кашка мне кажется этот момент самый забавный я сейчас пойду к подавунчику и буду создать на митинглит иван золо пишет хесосу лёша конечно все понимаю что вы стример обманщики но до такой степени делать плохо это перебор вас точно надо закрывать в итоге получается обман в чем он запросил рекламу я ему озвучил итоге все сдали билеты и я получил 300 рублей лёш я конечно все понимаю что вы стримеры обманщики меня больше всего поражает что иван золо постоянно потирает стримеров и потирает twitch но в то же время он общается с какими-то известными стримерами и готов с ними идти на сотрудничество но конечно же за деньги и когда ему предлагают деньги его абсолютно ничего не смущает а в такие вот моменты он начинает говорить что вы все такие плохие вы все такие хорошие вас всех надо закрывать по степени делать плохо это перебор вас точно надо закрывать в итоге получается обман в чем он запросил рекламу я ему озвучил в итоге все сдали билеты и я получил 350 рублей в чем суть последнего сообщения кто меня бесит а ты можешь с его интонацией типа вот вот как он разговаривает сказать что было максимально похоже ну у меня так не получится потому что я не я не ездил на колясках лёш я конечно все понимаю что вы стримеры обманщики но до такой степени делать плохо это перебор вас точно надо закрывать в итоге получается обману в чем он запросил рекламу я ему озвучил в итоге все сдали билеты и я получил 350 рублей он теперь чувствует себя виноватым и передумали идти на концерте серьезно хесос хесос назвал стрим меня подставили не понял как говорится если драка неизбежна бей первым здравствуйте дорогие друзья подписчики моего телеграм-канала все люди которые смотрят все что я делаю в интернете сегодня 17 августа и я хочу сказать вам о том что произошла ситуация после которой я честно не знаю как я в принципе буду дальше вести свою деятельность в интернете мой близкий друг по совместительству по совместительству мой товарищ из америки алексей губанов поступил со мной очень некрасиво и это мягко сказано он написал ивану золо он придумал обманную схему которую замешал меня драка и антона и он вывернул все это так как будто мы как будто и я и антон и дрейк хотели над иван золо шутить и издеваться при том что мы вообще типа не собирались потому что вообще не собирались никак но мне больше поражает насколько чат и просто его поддерживает и все пишут вот эти башьи смайлики его трогать пожалуйста просто хранитесь среди всего интернета алексей губанов мошенник с ним нельзя иметь никаких дел и с ним нельзя работать и нельзя дружить иван золо мы с тобой нам также сейчас тяжело как и тебе если бы он пустил слезу это было бы эпичней у нас чатик тоже он весь плачет простите пожалуйста по-моему было очень реалистично мне кажется не на самом деле да он хорошо отыграл блин он такой миленький если честно я не знаю что именно в его лице мне кажется милым либо глаза либо может быть улыбка но он милый в целом выглядит мы все это такой эдакий проказник вот по типу мальчика из один дом а я думаю что если я даст зай� Ай! Блин! все уже есть Уже присутствует, записи есть Неправда, а ну иди с моего канала Стирай все улики Правда ничего не вышло, потому что это было 17 августа А мы смотрим спустя 11, между прочим Выйди, выйди с моего канала Он подделывает в прямом эфире Результаты Видеозаписей Ребята, всем смотрите, записывайте его Записывайте, он в прямом эфире Смотри, он накладывает Изображение на мой стрим Ой Смотрите Хесус сидит и боится уже Видите, он смотрит Это вот он смотрит в дверной В дверной глазок И Иван Зола уже рядом стоит Хесус, ты уже сейчас По заслугам получишь, беги Все, Хесус, ты вот попался Ты сейчас получишь по заслугам за то, что ты обманывал всех Ты получишь по заслугам за меня За Тошу, за Дрейка, за всех Все, Иван Зола уже видишь Он уже на твоей трансляции Он уже в эфире Давай, Хесус, беги Чех, Тебе, что там такое? Короче, скинь Илюха Тихо-тихо, что там? Тут серьезная проблема Короче, скинь мне все социальные сети Мазелова Срочно Нужно до него срочно дозвониться Это срочно, присрочно Он не отвечает Он просто взял и меня начал игнорировать Если он мне не ответит, я с таким напором пойду в суд, собственно говоря За то, что... Ну что, готовы? Слышь ты, тупая глядяна А, так А, фух, еще не 20-ая минута Алло Окей Алло, да, я слышу вас, здравствуйте Трочно, удаляй то, что ты делал А кто это? Придуряешься? Алло, кто это? Ты дурак, что ли? Сейчас, одну секундочку Одну секунду, мне вас плохо слышно Хорошо, все слышно Ты подсудим, понял? Что? Что? Я не слышу Вань, ты, что ли? Нет, тетя Мотя А чё? А чё? Чё тебе мочу хочешь? Ваня! Чё за эпичная музыка? Это он что и поставил на фон или это монтажёр? Тучи сгущаются, Ваня? Ваня, тучи сгущаются. Тучи сгущаются, уважаемые. А с кем я разговариваю сейчас? А с кем я разговариваю, я не слышу. Не важно, с кем ты разговариваешь. Ай, это его батя подошёл! Слышишь? Короче, ты насмеялся на статью на своём стриме. Серьёзно, да? На какую? А за подделку голоса. Подделка голоса? Серьёзно? Такая статья есть? А вы не хотите в ТикТок зайти, изучить там? Там столько для статьи материалов и удивиться. А, я, кстати, слышала, что сейчас в ТикТоке эта тема заберутилась, что многие подделывают голос Иваня Зола и делают ТикТоки настолько, что непонятно, что-то говорит сам Ваня или же это нейросетка? Нет, не хотим мы никуда заходить. А, так это, так вы, вы отец Иван Зола, да? Здравствуйте. Очень приятно познакомиться. Для этого достаточно. Достаточно что, что вы его отец? Нет, достаточно то, что ему подделали голос. А, во-первых, голос подделал не я, шахомат Афилисты. А, это не волнуто. Во-вторых, во-вторых, проблема в том, что это нейросетка, нейросетка не запрещена законом. А вы знаете, что вы мне на стриме звоните вообще? Вас не смущает ничего? Нет, я не шучаю, ничего. Ну, просто вы, вы из ноис просто клоунадской ситуации обращаете ее в еще более клоунацкого. У вас это вообще никакой, нет? Как клоунадский? Вы же, вы же и есть клоун. Не, ну, конечно, потому что я стримил, типа, точно такой же. А можно Ваню обратно? Логично, потому что тетя мать попросила. Тетя мать? Да. Тетя мать? Ты кто такая тетя мать? Я нервно смотрю на тайминг, чтобы вовремя остановить. Согласен, да. Короче, мужики, смотрите, ситуация такая, что голос нейросетки вы можете сделать с интернета. Если вы хотите, можете сейчас пойти с моим голосом, там, всяких приколов наделать. Мы не хотим этого делать. А зря, потому что это весело. А зря, а зря. Блин! Мне тоже захотелось что-нибудь попробовать. У меня, кстати, есть один человечек, который может с этим помочь. О-о-о-о. Ну, блин, тяжело же все-таки найти чистую модельку, голоса, чтобы не было никаких посторонних звуков. Мы пойдем в позицию. Хорошо. Скажем, что вы голос подделываете. Хорошо. Там очень много заявлений лежит насчет подделок голоса. Серьезно? Серьезно? Блин, да типико вот эти угрозы от родителей. Типа, ты возьмешь, испугаешься, и они, извините, что я это сделала. Ну, блин, так все родители делают. Например, у меня они делали так постоянно в детстве. И я вот когда вот это сейчас услышала, мне это так стриггернуло прям. Вааа. Офигеть. Почему-то мне тревожно. Я не знал об этом. Что это подделывает голос и в полицию заявление уточнул. И пишет где-то там террорист и профи все это. Чего, блин? Нихера тебе. Я? Заявление по... Да. Слушайте, ну я лично ничего не делал. По вам тюрьма плачет. Ну, это на самом деле ситуация... Конечно, в тюрьму больше сажать некого. Достаточно. 20-26! 20-26! Это время! Это тайминг! Почему сажают террористов и преступников? А я... А вот вы их будете... А я уважаемый человек в интернете. Я горлом. А кто так делает? Кто так делает? А поделывайте вы его! Так, а кто мы... Кто так... Кто так делает? Алло! Алло! На связи есть кто-нибудь? Тетя Мотя. Кто так делает? Как вы это можете связать вообще со мной? Все. До свидания. Так. На всякий случай. Блин. Сейчас. Как-то перериснуть назад или не стоит? Лучше на 29-й может быть? 3 секунды. Мы же ничего не потеряем там за 2 секунды. Все? Нормально? Ух! Все, теперь можно выдохнуть. Слава Богу. Врубай! Поехали! Обратите, пожалуйста, внимание на ситуацию. Меня только что пытался Иван Зола лишить работы. Прошу, пожалуйста, обратить внимание на данную ситуацию. Меня только что пытались лишить работы. Человек, который уже лишился работы. Ну, из-за своего этого... Из-за своего, как бы... Ну, проблемы, наверное, с чердаком. Я не знаю, что там конкретно у них. Слушайте, ну, я всякое, конечно, видал. Но чтобы мне звонили всей семьей и рассказывали про то, что я террорист, это, конечно, постараться еще нужно. Я даже в моменте, на самом деле, немножко потерялся, потому что просто сидит два человека мне в трубку. Поняли? А у меня на фоне еще музыка из квада играет. Вот это я ее закрыл только что. Опичная. Мотичка какая-то. Я не знаю, кто это. Мама, может... Прикол в том, что у Ивана Зола была реклама очень сомнительных напитков и тому подобное. Эти люди угрожают тюрьмой за нейронку. Знаете, когда все началось у него с Никак Лаем, это выглядело довольно-таки забавно и безобидно. Затем мне было частично даже жалко Ивана Зола. Но потом, когда он вытворял хрень за хренью, хрень за хренью, я начала понимать, что это не тот человек, которого стоит жалеть. Да, определенно у него есть какие-то, так скажем, проблемы, которые очень сложно не заметить. И с обычным человеком так бы не шутили, как это делают с ним. Если бы он сам не вытворял всякую дичь, вот которую я как раз таки сказала ранее, что прочитала в чатике. То, что он делал со Светой Золар, это просто тот еще кринж. То, что делал его батя. Я тоже видела эти видосы, какие-то там нелепые бои, какая-то нелепая реклама, нелепое высказывание. Затем его громкие заявления о том, что весь твич нужно заблокировать на территории Российской Федерации. Но в то же время те моменты, когда он просит в каше, как мне ребята в чатике рассказали, 100к просто за стрим. Интересны, конечно, принципы у этого человека. Интересно, конечно, он сам в целом себя ведет, как и ведет себя с аудиторией его отец. И вот хоть я и сказала, что это не тот человек, которому стоит жалеть, но все равно у меня проявляется к нему некая жалость. Но сам факт того, что он попросил 60к за озвучку, лично меня взбестил. Я просто смотрю на него, смотрю на его безумные выходки, на его слова и понимаю, да сколько у человека взлетело ЧСВ, что он просит такую сумму денег. Насчет Мазелова, я не могу сказать, что много чего с ним видела, и сейчас было прикольно узнать его получше. И я не знаю почему, я вижу в нем вот этого милого какого-то проказчика, что ли. По типу, вот как я говорила ранее, героя из один дома, может быть за счет его улыбки, может быть за счет взгляда. И вот тут еще, кстати, пишут, что он внесен в черный список у Мизулины. При том, что он сам строит из себя такого вот ангелочка Иван, и в то же время творит всякую хрень. Боже, такая конечно неординарная личность, но посмотрим, что будет в будущем. Насчет Мазелова, если будут какие-то забавные нарезки с ним, пишите их название в комментариях, или приходите на стримы, пишите их название. Ну и кроме того, думаю, что на каком-то из следующих стримов послушаем его треки, потому что мне кажется, я только парочку слышала, и то мельком. Ну а с вами была Юмилька. Спасибо каждому из вас, ребятушки. Вот из вас, кто пришел на стрим, кто посоветовал видеоролик. И спасибо тем, кто смотрит это в записи.